Аномальная жара сохраняется. Казахстанцы рвутся к воде. В регионах фиксируют первые несчастные случаи. Ипотека подорожает? Чем может обернуться закрытие двух жилищных программ Баспанахид и 7-20-25, рассказали эксперты. Инцидент с самолетом Райнера в ООН призвали к тщательному расследованию случившегося. Евросоюз заморозил 3 миллиарда евро инвестиционной помощи Беларуси. Обо всем подробно прямо сейчас. Сегодня для 3 миллионов 400 тысяч казахстанских школьников прозвенит последний звонок. Правда почти. Все услышат его онлайн. В некоторых городах санэпидемиологи разрешили провести для выпускников небольшую церемонию на открытом воздухе с соблюдением всех мер предосторожности. К слову, в этом году почти 10 тысяч отличников учебы претендуют на знак Алтенбельга. А с сегодняшнего дня на Каспии официально открыт купальный сезон, однако жители Мангистауской области начали его намного раньше. Несмотря на то, что вдоль опасных мест для купания установлены предупреждающие знаки, в регионе уже произошло два несчастных случая. Люди гибнут, игнорируя запрет спасателей. В рейд вместе с сотрудниками водно-спасательной службы вышли и наши корреспонденты. Это кадры поисковой операции. Шесть водолазов искали тело 40-летнего мужчины. Он прыгнул с моста в алкогольном опьянении и утонул. Тело погибшего извлекли с 4-метровой глубины. Как вы видите, скалистый берег. Один удар головой, а в камень. Всё, и человек утонул. В области шесть запрещенных мест для купания. Два из них находятся в Актау, остальные в Тубкараганском районе. Дети регулярно приходят купаться и с азартом ныряют в воду, порой не видя опасного каменистого дна. Рейды спасатели проводят совместно с полицейскими. Однако такие профилактические беседы и даже штрафы слабо действуют на отдыхающих, говорят специалисты. Поток любителей экстрима всё равно растёт. Всего неделю назад на 43-м километре погиб студент. Он также купался в запретной зоне. К сожалению, на сегодняшний день родители не ведут беседы круглой семьи, вечером. Необходимо соблюдать безопасность. То есть купаться только на отведённых для этого местах, на безопасных местах. То, что купаться на запрещенных местах нельзя. Здесь необходимо учитывать роль ювенальной паницы, то есть роль участковых, местных полицейских служб, которые по обязанности своей, по своему функционалу должны проводить вот такие рейды. В прошлом году у нас погибло, к сожалению, 9 человек. Из них купальный период пятеро. Этот водоканал – одно из самых опасных мест для купания в области. Ежегодно здесь происходят трагедии. Несмотря на запрет купания, а также предупреждающие знаки, люди лезут в воду. Сильное течение водовороты практически в каждом случае подписывают им смертный приговор. За последние пять лет в области погибли 59 человек. Из них 13 – дети. За пять лет из 59 человек 20 погибли на запрещенных местах. Семь из них случились на этом водоканале. Люди не рассчитывают своих сил. Гибнут как профессиональные пловцы, так и рыбаки, которые устали от жары и хотят освежиться в море. Сейчас в штате водно-спасательной службы 40 человек, в том числе и обученные водолазы. На балансе 28 единиц техники. В районах области есть спасательные станции. Однако этого недостаточно, чтобы держать под присмотром все Каспийское побережье, говорят специалисты. Тамара Степанова, Ренаду Салиев, Монгосталовская область, Хабар-24. Между тем, двое детей 11 и 12 лет едва не утонули в канале в Паводарской области. Услышав детские крики, рядом проходящий мужчина немедленно бросился на помощь. Затем подоспели спасатели. Мальчики купались в неустановленном месте без сопровождения взрослых. О других чрезвычайных происшествиях далее. В Караганде загорелась линия электропередачи. Пламя охватило опоры, в результате чего произошло электрозамыкание высоковольтного кабеля. По предварительной версии, огонь перекинулся на столб отгоревшего рядом мусора. Сейчас полиция устанавливает виновника происшествия. Подача электричества в дома восстановлена. Не удалось вкусно поесть посетителям шашлычной Вактау. Их эвакуировали из помещения из-за пожара. По данным спасателей, возгорание началось в дымоходе отдельно стоявшей мангальной на площади 6 квадратных метров. В итоге полностью сгорело кафе. В Талдыкургане тушили пожар на складе. Пламя уничтожило почти 500 квадратных метров складского помещения и двухэтажного здания, откуда вынесли 4 газовых баллона. Рядом расположенные жилые дома не пострадали. Незаконный пронос сотовых телефонов пресекли в колонии Уральска. Одному из осужденных передали бандерой с домашними тапочками. Сотрудник исправительного учреждения обратил внимание на подозрительно толстую подошву, в которую злоумышленники вложили смартфоны. Теперь следственная оперативная группа разыскивает смекалистого горожанина. Ему грозит уголовная ответственность. Сейчас время деловых новостей. Закрытие двух самых масштабных государственных жилищных программ. Баспанахит и 7-20-25 может спровоцировать негативные последствия на рынке недвижимости. Из-за отсутствия конкуренции ипотечные кредиты могут стать дороже. Она не спасет рынок недвижимости от роста цен, считают некоторые эксперты. Этим утром к нам присоединяется наш экономический обозреватель Сабина Балашкина. Итак, Сабина, кто-нибудь от этого выиграет или нет? Растан, в невыгодном положении могут оказаться все. И застройщики, и казахстанские покупатели. В ближайшем будущем Нацбанк завершит финансирование отдельных жилищных госпрограмм. Это значит, что банки будут устанавливать собственные условия выдачи кредитов на покупку жилья. Есть вероятность, что процентные ставки станут выше. Конкуренция на ипотечном рынке снизится. И в этой ситуации пострадают не только заемщики, но и застройщики. И в первую очередь региональные, которым основную часть квартир удается реализовывать только за счет жилищных программ. Все это может привести к проблемам с вводом нового жилья, объясняют специалисты. Дело в том, что за счет продажи квартир еще на начальном этапе строительства предприниматели заранее закупают строительные материалы и приступают к возведению новых объектов. Однако в недалеком будущем они могут лишиться этой возможности. Некоторые строительные компании попросту не выдержат такого давления и вынуждены покинуть рынок. По мнению экспертов, госпрограмма 7-20-25 остается востребованной и по сей день. В Национальной палате предпринимателей предложили выдавать льготные займы предпринимателям с плохой кредитной историей. Это может коснуться лишь тех, кто имел проблемы с оплатой последние три года. Представители банков отметили, что готовы рассмотреть проекты таких клиентов при условии, если они рассчитались долгами и могут подтвердить свою платежеспособность, а также предоставить в залог имущество. Предприниматели сетуют, что месяцами ходят в банк, а в итоге получают отказ. Это приводит к тому, что заинтересованность госпрограммам у МСБ снижается. Казахстанские предприниматели начнут торговать на платформе электронной коммерции Амазон. Крупнейшая корпорация официально внесла нашу страну в перечень стран-продавцов. Это дает право всем желающим субъектам МСБ разместить там продукцию. Также налажена система транзакций. Оплата за оформленные заказы будет напрямую проходить через отечественные банки. Отмечу, Амазон – один из самых популярных интернет-магазинов. Платформа насчитывает более 200 стран и сотни миллионов активных покупателей. В Евросоюзе заморозили пакет инвестиционной и экономической помощи в размере 3 миллиардов евро, который был предназначен для Беларуси. Так, в организации отреагировали на инцидент, связанный с принудительной посадкой самолета компании РНР и задержание на борту белорусского журналиста и блогера Романа Протасевича. Главы государств и правители стран ЕС уже договорились о новых штрафных мерах в отношении Беларуси в ответ на принудительную посадку лайнера. В ближайшее время Совет ЕС может расширить санкционный список физических лиц и компаний из этой страны. На Западе уже призвали европейских авиаперевозчиков избегать перелетов над Беларусью. Что касается казахстанских авиалиний, то Air Astana уже отменила запуск прямого рейса Алматы-Минск, который был запланирован на 31 мая. Из завершения информации с казахстанской фондовой биржи. По итогам последних вечерних торгов курс доллара составил 427 тенге 58 тинов, евро 522 тенге 55 тинов, рубль 5.81. Арстан, пока на этом у меня все, поэтому до встречи в следующем информационном выпуске. Никто пока не знает, отмена рейса Алматы-Минск связана ли с инцидентом или нет. Все равно. Ситуацию не комментирует. Спасибо. С нами была Сабина Балашкина. За последние две недели показатели распространения коронавируса в Бельгии заметно снижаются, а уровень смертности упал на четверть. В стране, где показатели летальных случаев на душу населения одни из самых высоких в мире, около 40% жителей из числа взрослых получили первую дозу вакцины. Около 15% граждан оба компонента. Широкая прививочная кампания и карантинные ограничения дают свои плоды. Из Брюсселя материал Жанна Тернст. На фоне длительного карантина в Бельгии, который длился в стране с 1 ноября, властям удалось достичь снижения числа пациентов, страдающих коронавирусом, в реанимационных отделениях стационаров до 500 человек. Это главное условие, при котором с 9 июня власти смогут еще больше снизить ограничительные меры. Мы рады, что уровень заражения, госпитализации и летальности продолжает снижаться. Все эти цифры сократились вдвое по сравнению с пиком третьей волны. Иными словами, мы пожинаем плоды кампании по вакцинации, и мы на правильном пути. Но мы пока не вышли из общей ситуации, когда вирус все еще циркулирует. Открывшиеся в Бельгии летние террасы, кафе, баров и ресторанов работают пока с 8 утра до 10 часов вечера. За одним столом могут сидеть до 4 человек. Расстановка столиков с сохранением социальной дистанции в полтора метра. И хотя погода в Королевстве пока оставляет желать лучшего, на улице дождь и воздух днем прогревается всего до 13 градусов тепла, от посетителей на летниках нет отбоя. Летние террасы, конечно, пока еще рано, наверное, сказать летние. А так оживление наблюдается, очень приятная атмосфера на этих террасах, очень доброжелательная. Для меня, который живет здесь 20 лет, такое количество террас необычно. И несмотря на дождик, несмотря на холод, все равно люди предпочитают встречаться именно на террасах. Есть зонтики, есть газовые обогреватели. Мы очень рады. С открытием летних террас мы с друзьями спешим сюда. Неважно, при этом идет дождь или нет. У нас даже нет зонтов. Нам все равно. Мы бежим на террасы, чтобы насладиться той жизнью, которой у нас долго не было. Ожидается, что 9 июня в стране могут открыться кафе, бары, рестораны уже внутри помещений. Их работа продлится до 23, а возможно и до 24 часов вечера. Возможно, разрешат проведение крупных спортивных и культурных мероприятий, а также откроются театры и концертные залы. Жанна Атерна, Жумар Тахметов, Хабар, 24, Бельгия, Брюссель. А теперь о том, как выглядит настоящий слуга народа. Бывший мэр шведского Гетеборга бросила политику и стала водителем мусоровоза. И это не однодневный пиар, это повседневные будни. Пример честности и неподкупности. Об этом и не только в программе «Между строк». Газета «Сандэй Таймс» опубликовала ежегодный список самых богатых людей Великобритании. Издание отмечает, что во время пандемии в стране появилось больше новых миллиардеров, чем за любой предыдущий год с момента первой публикации списка 33 года назад. Ежегодный рейтинг благосостояния в этом году включает 171 миллиардера на 24 персоны больше, чем в 2020. Их совокупное состояние за 12 месяцев выросло на 22% до 597 миллиардов фунтов стерлингов, почитала редакция. Серия локдаунов создала прибыльные возможности для онлайн-ретейлеров, предпринимателей, связанных соцсетями и студий компьютерных игр. Их состояние резко возросло, указывает на главный тренд нынешнего года составитель списка Роберт Уоттс. Изменения в списке богачей вызваны переменами в розничной торговле. Интернет-гиганты моды процветают, в то время как их конкуренты на улицах закрывают магазины. Самым богатым человеком является сэр Леонард Блаватник, бизнесмен, родившийся в Одессе и живущий в Лондоне. Он занимает первую строчку рейтинга «Сандэй Таймс» уже во второй раз. Его состояние оценивается в 23 миллиарда фунтов стерлингов. Выросло и благосостояние некоторых из старейших музыкантов Великобритании благодаря их обширной дискографии. Несмотря на пандемию, опустошающую индустрию живой музыки. Примерно каждый пятый представитель списка самых богатых людей – женщина. Однако из 53 включенных в него женщин, 19 являются второй половиной супружеской пары. А 27, по крайней мере, часть своего богатства получили в наследство. Европа наращивает военную мощь. Это вызывает тревогу у автора газеты «Гардиан» Зака Кэмпбелла. По его мнению, в ЕС запущены крупные военные программы, не укрепляющие, а подрывающие международную стабильность. Прежде всего, в Африке. Брюссель грозит расширением военных инструментов Евросоюза, что противоречит его уставу, говорится в статье. В декабре прошлого года согласовано создание Европейского оборонного фонда объемом 8 миллиардов евро, направленного на разработку нового оружия и технологий для армии ЕС и для экспорта за рубеж. Евросоюз также недавно запустил европейский мирный механизм, который должен повысить способность блока предоставлять военное оборудование, в том числе неевропейским армиям по всему миру, говорится в статье. Автор отмечает, в дискуссиях о более важной военной роли ЕС много говорится о защите интересов блока, но журналисты его коллеги сомневаются, что геополитические интересы ЕС и его граждан одно и то же. Бывший мэр шведского Гютеборга бросила политику и стала водителем мусоровоза, передает издание «Политику». 56-летняя Энн Софи Херманссон занимала пост главы города с 2016 по 2018 год. У нее не получилось переизбраться, поэтому женщина решила воспользоваться полученными ранее правами на вождение большегрузов. Учиться она пошла из-за совета, полученного от отца. Всегда иметь запасной вариант на случай увольнения. Так Херманссон стала уборщицей мусора. Переход от работы политиком к работе водителя мусоровоза – это не так уж плохо, считает экс-политик. «Люди продолжают спрашивать меня, что я здесь делаю. Но для меня это хорошее решение. Мне же нужно платить за аренду жилья. Политическая жизнь была очень беспокойной. Нынешняя работа не обходится без сложностей, но это обычная работа, без встреч и телефонных звонков», – рассказала Энн Софи Херманссон, которая также ценит свое дело за то, что в роли мусорщицы она вряд ли может кого-то расстроить. У нее 12,5 тысяч подписчиков в Твиттере, где она регулярно публикует интересные истории о себе и своих коллегах. Хотя жители Гетеборга по-прежнему часто обращаются к ней на улице, чтобы поговорить о политике. Как сохранить молодость? Эликсира, то есть моментального и долгоиграющего средства, не существует. Однако, если регулярно выполнять эти шесть пунктов, вам удастся перехитрить время, пишет турецкое издание «Мелиет». Секретами с газетой поделился врач эстетической медицины доктор Кемали Гюнеш. «Ничего нового я вам не скажу», – признается специалист. Но только это по-настоящему и работает. Одно из главных правил – пить много воды. Важнейшее отличие стареющей кожи от молодой – недостаток влаги. Употребление не менее полутора литров воды в день замедляет старение, значительно улучшает ваше здоровье и придает энергию. Издание продолжает. Два кита, на которых держится здоровое старение – это питание и физические упражнения. Третий совет – сократите потребление сахара. Молекулы сахара присоединяются к волокнам коллагена, что приводит к снижению упругости волокон и старению кожи. Рекомендация номер четыре – высыпайтесь, вставайте рано утром и выделяйте на сон не менее семи часов. Также турецкий доктор советует регулярно использовать солнцезащитный крем и отказаться от вредных привычек, в частности от курения и употребления спиртных напитков. Вы смотрите утреннюю информационную программу и мы продолжаем. На некачественный ремонт домов жалуются жители Тараза. В одной из многоэтажек, как заверяют жильцы, не сделали вентиляционную вытяжку, отсутствуют радиаторы отопления. И таких фактов по городу десятки. Безответственными подрядчиками заинтересовались в антикоррупционном департаменте. Просто не доделано. Тут же говорят, что доделывать будет время еще. Когда? Сколько месяцев уже здесь пляшем вокруг дома? Этот дом не ремонтировали около 40 лет. В прошлом году реконструкцию все-таки провели. Заменили кровлю, привели в порядок подъезды и подвал. Появилось и освещение. Но радость жильцов была недолгой. Огорчили многочисленные недочеты. Ирина Телегина рассказывает, возле квартиры пришлось самой доделывать ремонт. Электрощитки. Они абсолютно в ужасном состоянии. Они не заштукатурены. Огромные там дыры. Во-вторых, значит, как вы видите, фундамент дома не покрашен. Первый подъезд у нас остался так без оградки. На окнах должны были быть вот эти вот сеточки. Сеточек нет, допустим. Вот. Дальше. Должны, значит, были радиаторы отопления поставить. В каждом подъезде. Их тоже нет. Угрожает тем, что вот сейчас мы сделаем, пересчитаем все и еще больше насчитаем вам. И потом раскидаем. Они мотивируют, что им что-то подписали, что-то не подписали, что-то им не сделали. Извините, а мы при чем жильцы? Ходили, мотали этими письмами, что мы доделаем все. Но, извините, сейчас уже июнь скоро. Сколько месяцев. А мы все ждем. А теперь нам заявляют, что это они делают за свой счет. А мы, оказывается, вообще ни при чем. За что мы будем платить 15 лет кредит, непонятно. Ремонт дома по программе Нурнежер обошелся жильцам в 75 миллионов тенге. Реконструкцию провели в кредит. Сумма ежемесячной выплаты зависит от площади жилья. Например, за капремонт трехкомнатные квартиры жильцы будут платить около 4,5 тысячи тенге. Представители Акимата заявили, все озвученные жильцами незавершенные работы по капремонту в проект не входили. К слову, подрядные компании еще не доплатили чуть больше 12 миллионов тенге. Их возврат зависит от выплаты средств другими собственниками квартир. По этому дому осталось дополнительной работы. Мы не можем указать подрядчику, чтобы он выполнил дополнительные работы. Это не входит в смертные стоимости. За качеством следит специально закрепленный технодзор. И от нас тоже имеется технодзор. В основном по программе мы отвечаем в части финансирования. В 2019 году, согласно проекту, было проведено ремонтных работ в 30 домах. Из них в 8 домах было выявлено нарушение. В 2020 году отремонтировано было 80 домов. Проверено нами было 60 домов. Даны рекомендации, чтобы дополнительно сделали ремонты, доделали ремонты в 45 домах. Все подрядчики, которые недобросовестно провели работу, они получают определенные штрафы. Это все зависит от того, какие были недоделки с их стороны. По словам подрядчика, работы он завершит до 1 июня. Платить за них жильцам дома не придется. Это якобы будет подарком. Ремонт многоэтажек на особом контроле специалистов антикоррупционной службы. Нур-Султан постепенно превращается в зеленый оазис. До конца года в столице планируют посадить не меньше одного миллиона деревьев и кустарников. На этом благоустройство города, конечно же, не заканчивается. В одном из парков, к примеру, открылся комплекс необычных фонтанов. Их уже успели оценить жители, гости города и моя коллега Анна Шолгина. Дубовая аллея появилась вдоль проспекта Туран, недалеко от театра «Астана-Опера». Все посаженные здесь деревья уже взрослые. Выращивались 30 лет в одном из столичных питомников. Поэтому можно с уверенностью говорить, что комфортная прогулка к горожанам обеспечена. В скором времени появятся и зоны для отдыха. Здесь порядка 700 деревьев. Они еще молодые, но дуб ведь тысячелетнее дерево. Поэтому представьте, какой здесь в будущем будет парк. Сейчас мы полным ходом ведем работы по озеленению столицы. Например, теперь у нас есть и сиреневый сад. Всего там около тысячи кустов сирени. К работам привлечены более 100 человек и 25 единиц техники. Ну а в парке первого президента сейчас особенно людно, и это в будни. Здесь запустили три фонтана. Для детей и даже взрослых они стали спасением от жары, которая рано наступила в этом году в столице. Все необычные конструкции. Основной в форме дуги способен создавать эффект водного облака. В них можно увидеть радугу. Ну или вот такой с арочными сводами. Дает возможность освежиться в знойный день. Достаточно пройти сквозь него. Он с эффектом туманного испарения. Есть сухой фонтан для детей, вокруг которого расположены качели. То есть тем самым родители приходят, сидят на скамейках в качелях, а дети их не плескаются в воде. В процессе преобразования городом нас вдохновляют мировые примеры по преображению общественных пространств, привлекательные и живые места для людей. Сегодня общественное пространство – это мощный инструмент, который позволяет сделать людей счастливее. На результате все-таки столица. Дух захватывает. Просто как будто на другую планету попали. Просто восхитительно. Такой эффект освежающий от этих фонтанов. Но у меня нет слов. Мне очень понравилось. Вон ребенок, по-моему, все сказано этим. Арки, которые под давлением распрыскивают воду, вообще освежают. Стоим на улице плюс 39 градусов. Очень прекрасно, свежо, легко. Зелени очень много. Особенно красивое зрелище здесь открывается в сумеречное время. Фонтаны освещаются сотнями разноцветных огней. При строительстве урбанисты учитывали и поток людей. Поэтому пространства много. В скором времени от парка первого президента протянут велопешеходный мост. Он свяжет зону с парком вдоль реки Есиль. Вечером здесь заметно прохладнее. Хотя, кажется, детей это совсем не останавливает. Их с каждой минуты здесь все больше. Я хотела бы отметить, что проекты реализуют в рамках мастер-плана «Нурсултан. Комфортный город». И они не единственные. Уже этим летом в разных парках столицы появятся игровые площадки для детей нового формата, колизей уличного спорта и пешеходный бульвар театральный с водными аттракционами. Обещают также обустроить 120 дворов и 40 общественных пространств. Анна Шолгина, Ержан Рахман Бердиев, Ерлан Наурызбаев, Хабар, 24. И покоряя модный Олимп, знаменитый французский дом Луи Витон пригласил на работу дизайнера из Казахстана. Подробнее через несколько минут. Оставайтесь с нами. Новости Олимп, знаменитый французский дом Луи Витон. Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вновь занял первую строчку в рейтинге самых богатых в мире Сейчас состояние основателя и главы интернет-компании Amazon оценивается в 188 миллиардов 700 миллионов долларов Тем временем казахстанцы покоряют модный Олимп из 17 дизайнеров со всего мира Знаменитый французский дом Луи Витон пригласил на работу Анейлю Ибрагимову Сейчас наша соотечественница работает над сумками бренда продающихся в Великобритании, Ирландии и Южной Африке В чем секрет успеха от 24-летнего дизайнера узнавали наши корреспонденты Анейля начала свою карьеру в Луи Витон, как говорится, с самых низов После бакалавра и магистратуры Великобритании она устроилась продавцом в знаменитом французском магазине Все это время Анейля продолжала практиковать художественные навыки Однажды она решила испытать свои силы в конкурсе, организованном компанией Ее рисунки привлекли внимание руководства И вот 24-летняя казахстанка работает дизайнером-иллюстратором под крылом одной из самых узнаваемых марок в мире Создаем разные идеи, предлагаем разные варианты, как можно привлечь внимание клиентов и увеличить продажу в Луи Витоне Мама Анейли, Зауре Мухамедеева, работает в консалтинговой сфере в Лондоне Она признается, что изначально хотела, чтобы дочь занималась финансами Но увидев живой интерес и увлеченность художеством, не стала преграждать Анейле путь к искусству Я очень благодарна, что у меня такая дочь, потому что я считаю, что в основном это ее заслуга Она очень трудолюбивый человек, она всегда стремится к своим целям и достигает их В жизни главное не лениться, ставить себе высокие цели, стремиться и делать Я бы всегда хотела быть связана с Казахстаном, потому что это всегда мотивирует меня И у меня всегда будут проявляться патриотические чувства И мои планы на будущее, я бы хотела открыть выставку в Казахстане Планы художницы не ограничиваются работой Луи Витон Осенью она собирается открыть собственную выставку, где будут представлены картины в стиле фотореализма Все вырученные средства Казахстанка направит на благотворительность Хирургический пластырь, чтобы клеить внутренние органы Устойчив к загрязнению и способен растворяться внутри организма Ноу-хау в современных технологиях, программа Хай-Тек Умная техника, гениальные изобретения, нетривиальные решения и много высоких технологий В эфире телеканала Хабар 24, проект Хай-Тек в студии Иван Тулинов В течение следующих нескольких минут мы расскажем, как будет меняться наш мир благодаря технологиям На внутренние раны можно наложить пластырь, просто он должен быть особенным Герметизация повреждений внутри тела – это довольно сложная задача для хирургов Сотрудники Массачусетского технологического института придумали новый универсальный медицинский пластырь, который может решить эту задачу При проведении операций внутри тела или внутри отдельных органов обычно используются небольшие специализированные инструменты Пластырь был создан таким, чтобы его можно было складывать внутрь инструментов и максимально просто устанавливать в ограниченном пространстве Пластырь устойчив к загрязнению и со временем подвергается биологическому разложению Это важно, ведь не требуется проводить процедуру по его изъятию В демонстрационном видео показано, как пластырь может использоваться с хирургическим степлером для плоского разрыва или с баллонным катетером для разрыва сосуда Растения можно контролировать с помощью смартфона По крайней мере, у сингапурских ученых это получается Они нашли способ давать команды мухоловки Венеры Исследователи надеются, что технология найдет применение в разных областях От робототехники до использования растений в качестве датчиков окружающей среды На смартфонах этих ученых из технологического университета Наньян есть необычное приложение Оно посылает сигналы на крошечные электроды, которые прикреплены к ловушке для насекомых растения мухоловка Венера С помощью этих сигналов можно закрывать ловушку Мы хотим изучить, как электрические сигналы могут управлять или отражать состояние ловушки Венеры И мы также применяем эту технологию к другим растениям, таким как табак и подсолнечник Благодаря гибкости и небольшим размерам некоторых растений Их можно использовать в качестве так называемых «мягких роботов» для захвата хрупких предметов Которые могут быть повреждены промышленными захватами Кроме того, исследователи надеются, что их технология может быть использована для обнаружения обратных сигналов То есть с представителями царства растений можно будет общаться Также изучается возможность использования растений в качестве живых датчиков Для мониторинга загрязнения окружающей среды Однако, как поясняют ученые, этой технологии еще предстоит развиваться Прежде чем она станет коммерчески доступной Для нас год, для звезды мгновенье Можно долго рассуждать о бренности и ничтожности всего сущего В сравнении с жизнью космических объектов Но мы предлагаем просто полюбоваться красотой нашей Вселенной На YouTube-канале NASA Goddard опубликовали ролик В нем сжатый до 6 минут год жизни ближайшей к нам звезды — Солнца Съемка всех кадров проводилась в течение 2015 года С помощью космического аппарата SDO, который фотографирует Солнце каждые 12 секунд В 10 различных длинах волн Видео показано съемкой на длине волны 171 angstrom, то есть в ультрафиолете В кадре Солнце слегка увеличивается и уменьшается в размере Это из-за того, что расстояние между космическим аппаратом SDO и Солнцем со временем изменяется Бери от процессора все Этой весной Intel выпустила серию новых устройств И вот энтузиасты решили улучшить и без того хорошие характеристики флагманского чипа Intel Core i9-11900K Он был выпущен с характеристиками, позволяющими разогнать его в многоядерном режиме до максимальной частоты 4,8 ГГц Но у энтузиаста Алена Глинбрисучча и его друзей получилось добиться феноменального результата На всех ядрах они получили разгон до 7,14 ГГц В пояснительной статье автор рекорда утверждает, что контроллеры памяти в процессорах линейки Rocket Lake просто безумны Он также указал, что для разгона использовал Z590S ROG OS-формула, а также ему помог приятель-дизайнер плат Нико Шип Энтузиаст рассказал, что пробовал ускорение на нескольких процессорах, имеющихся в свободной продаже И везде был поставлен феноменальный результат Для таких дел Голи Берсуч советует использовать лучшую термопасту, которую получится найти Сам энтузиаст применял охлаждение с помощью жидкого азота Почти пятая часть населения Китая – люди старше 60 лет Это показали данные седьмой национальной переписи населения Старение в Поднебесной происходит стремительнее, чем в других странах По данным одного из исследовательских центров Китайской Академии Общественных Наук При нынешней тенденции базовый пенсионный фонд страны исчерпает себя уже через 15 лет Не способствует решению ситуации рождаемость За последние десятилетия снизилось число как женщин детородного возраста, так и рожденных детей Как старение населения может повлиять на экономику страны и какие меры принимают в Китае в нашем следующем сюжете Китайское общество может постареть, не успев разбогатеть Перепись населения показала, что около 19% жителей Поднебесной – пожилые За последнюю декаду поколение старше 60 лет увеличилось на 5%, тогда как людей от 18 до 59 лет стало меньше на 7 По прогнозам экспертов, в первую очередь это скажется на пенсионной системе Базовый пенсионный фонд страны может начать отрицательный рост через 15 лет, а к 2050 дефицит превысит 11 триллионов юаней Старение населения сократит предложение рабочей силы, увеличит нагрузку на семьи по уходу за пожилыми и окажет давление на основные государственные услуги С другой стороны, это явление способствовало развитию серебряной экономики, расширению потребления товаров и услуг для пожилых, а также продвижению технологического прогресса Однако открытым остается вопрос, достаточно ли у пенсионеров денег на продвижение серебряной экономики Ведь базовая пенсия небольшая, особенно в селах, не помогает в решении проблемы и рождаемость В Китае ежегодно на свет появляется все меньше детей Средний коэффициент рождаемости сегодня составляет 1,3 В норме, чтобы население обновлялось, этот показатель должен быть не менее 2,1 Сократилось и число самих женщин детородного возраста Это систематическая проблема Изменение одной части этой системы не повлияет на решение проблемы Это жизненный цикл экономического и психологического давления с момента рождения ребенка и до того времени, когда он или она обретет свою семью Старение населения замедляет экономический рост К примеру, по прогнозам в Японии, этот процесс может привести к снижению роста ВВП на 25% в течение 40 лет Китай же стареет стремительнее, чем другие страны И здесь нужен комплексный подход, уверены специалисты Меры должны быть направлены на поддержку не только пожилых, но и тех, кто работает, а также молодых семей Патогост Сыргабаева Владимир Грабарь, Хабар 24, Китай И в завершении одна на 100 тысяч Редчайший кенгуренок Альбинос родилась в Казанском зоопарке Малышку назвали Алисой Родители кенгуренка обычной темной окраски Поэтому появление белого детеныша для всех стало неожиданностью Сейчас ей полгода Она еще не совсем твердо стоит на ногах Однако Алиса очень спокойная и любознательная, отмечают сотрудники парка Животное осмотрели ветеринары и сделали ей все необходимые прививки К этой минуте все, спасибо, что были с нами До встречи, вам хорошего дня Обязательно увидимся Берегите себя, с вами был Артем Балтин